Уже месяца два мой анус боится сжиматься. Дело в том что появились слухи о взломе PS4. А я ведь так долго советовал расслабить анусы и терпеливо ждать взлома PS4. И тут хуй як, линукс на PS4 запустили. И че блять. Если у кого память короткая, в PS3 азер ос был из коробки. То есть линукс уже был, и сколько ее взламывали? Если вам нужен линукс на телевизоре, то совершенно не обязательно тратить двадцатку на PS4, можно гораздо дешевле собрать линуксбокс и сиди ты в своей консоли хоть до посинения. Покемонов они блять запустили под линуксом. Скучно, скучно, непонятно. Ну давайте вот откровенно будем хотя бы сами с собой. Никакой линукс на PS4 нам нахуй не нужен. Нам нужны терабайты пиратских игр, чтобы не платить охуевшему игроделам по 50 баксов за диск. Или бразильским хакерам за то же самое. А терабайтов вариза-то нет. Да и группа взломщиков файловер не торопится его делать прекрасно понимая, что будет с их засветившимися на всех конференциях и в прессе рожами. Геохота уже затаскали по судам в свое время. Поэтому забиваем на этих горе взломщиков и переходим ко второму персонажу. Хакер Хитадама пошел дальше и выложил на гитхабе исходники всяких интересных вещей, которые как раз потенциально позволяют запустить на PS4 пираточку. Пираточку. Хуяточку. Потенциально. Эксплой это и у тех и у других один, тот самый дырявый веб-кит, единоличное авторство которого Apple себе нагло приписала устами Стива Джобса в том самом интервью. Так что пусть теперь краснеют там всеми цветами своего логотипа. И дырка есть только в прошивках 1.76, в то время как сейчас официальная прошивка уже 3 с копейками. Без последней прошивки поиграть в игрушечки для дебилов не получается, вот все и пообновлялись давно. Так что нам дает вся эта муть? В теории на PS4 наступил коммунизм. А на практике у нас сложно-сложно-сложно непонятно. Горы Вариза нет. Так что расслабляем анусы. Расслабляем. Расслабляем. Отд昇 Баланская subscri-то наoulин İrind А. В фото хорварционала в Т июреф, в условиях ничего не passa-но многоě-но-ências. Продолжение следует...